Всем доброго времени суток! Меня зовут Ирина, и я хочу рассказать про марафон Ольги Валяевой, марафон женственности. Он длился два месяца, и это были очень насыщенные два месяца. Мы получали очень много заданий, они были все интересными. Я не могу сказать, что я выполнила их все на сто процентов, но ежедневно я пыталась заполнять отчеты, и из 62 дней я пропустила только один. Несомненно, в некоторые дни было очень сложно заставить себя, потому что, естественно, я оставляла выполнение отчетов на последний момент. Дело в том, что я совмещала заполнение отчетов и свой 40-часовой рабочей, рабочую неделю за время отчета, что поменялось в моей жизни. Таких глобальных изменений не произошло, но самое большое изменение находится впереди. Я решила изменить свой график работы, и я хочу работать меньше. Я почувствовала и поняла, что я работаю так, что у меня не остается на свою семью, и я это хочу прекратить. Очень большой толчок в этом плане дал мне марафон. Также я немножко стала задумываться над одеждой, которую я ношу. На данный момент я не могу сказать, что я полностью исключила джинсы и брюки из моей жизни. Они по-прежнему остались, и, наверное, большую часть рабочей недели. Я хожу на работу в брюках, но, тем не менее, домашняя одежда. Сейчас у меня удобная юбка, маечка, и на выходных я одеваю домашнее платье. Несомненно, это отметил мой муж, хотя для него самая сексуальная одежда, это спортивная одежда. Я могу сказать, что, например, цветы в моей жизни были всегда, и я получаю их довольно часто. В этом нет ничего нового. Я теперь поняла, что я могу покупать цветы сама, и у нас это нормально, это без проблем. Если мне хочется украсить свое жилище, я покупаю цветы. Я не стала питаться как-то совершенно по-другому, но теперь я держала пост. Этот пост я придумала себе сама. Он не такой, как нужно держать пасхальный пост по-настоящему, но, тем не менее, 40 дней я не ела мяса и не пила алкоголь. Я думаю, мое тело будет мне благодарна за это, несмотря на то, что даже я не почувствовала каких-то больших изменений. Мне очень нравилось занять задание по написанию благодарности, и это реально помогает увидеть, как много ты имеешь и какой ты счастливый человек, потому что ты фокусируешься на том, что ты имеешь, а не чего ты не имеешь и чего ты хочешь. Я не могу сказать, что из ста моих желаний, сколько-то желаний сбылось конкретно. Наверное, они все сбудутся в будущем, или многие. Но, тем не менее, ты заставляешь себя желать и формировать свои желания, поэтому даже это задание очень важное и интересное. В любом случае, этот марафон был интересен для меня в плане некоторых открытий, какая-то полезная информация была получена, прочитана и сохранена. Очень полезными для меня оказались статьи Валяевой. Очень полезными и интересными были лекции Нарушевича, которые еще не прослушаны до конца. Поэтому этот марафон — это начало. Я очень хотела, и я чувствую, что мне нужны какие-то изменения примерно с конца года. Но я видела много информации в интернете, я не понимала, с чего начать, где эта точка начала, и как-то мне хотелось двигаться по ступеням от самого начала к концу и к более продвинутому уровню, потому что ту информацию, которую я находила, мне казалось, что она слишком сложная, и это не для меня, я еще не достигла какого-то такого уровня. хорошего. Поэтому в любом случае я советую участвовать в марафоне. Это хорошее вложение денег в себя, и ваша семья вам будет благодарна, либо ваш будущий муж вам будет благодарен за то, что вы такая классная, интересная, развиваетесь, и в определенный момент поняли, что для вас важно. Я также хотела бы участвовать в следующем потоке марафона, либо в других марафонах, например, в марафон стройности. Поэтому я с Ольгой Валяевой не прощаюсь, я ее благодарю за все те изменения, которые появились в моей жизни, и я надеюсь, что их будет больше. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова